Сегодня в студии телеканала Видное ТВ, заведующая отделением профилактики Видновской районной клинической больницы Лариса Владимировна Соловьева. С ней мы поговорим о том, как проходит диспансеризация населения в нынешнем году. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, хочется отметить, что жизнь возвращается на круги своя, и мы снова возобновляем диспансеризацию. Диспансеризация возобновила свою работу с этого года в полном объеме, и на сегодняшний день, пока не отремонтировано основное здание поликлиники, она проходит на территории детской поликлиники. Объем тот же? Объем диспансеризации тот же, ничего не изменилось. Хочется отметить, что мы рекомендуем пройти диспансеризацию в этом году всем желающим работникам организации Ленинского района. Почему? Потому что многие граждане переболели ковидом за прошедший год. У многих произошли конкретные изменения в состоянии здоровья. И приход к врачу, к терапевту, к врачу другой специальности может привести к тому, что врач даст нужные рекомендации, и те недомогания, которые беспокоят после перенесенной ковидной инфекции, а они, как правило, случаются у большинства переболевших ковидом, врач как-то нивелирует и назначит соответствующее лечение. Также я хочу отметить, что после ковидной инфекции у многих были отклонения по компьютерному обследованию легких, отклонения в данных клинических анализов крови, так как не секрет, что эта инфекция протекала с изменениями в реологии крови. Были, соответственно, изменения, которые приводили к тромбообразованию, и, соответственно, больные получали соответствующее лечение. Таким образом, для того, чтобы убедиться, ну, как и раньше могу сказать, что человек здоров, рекомендуем пройти диспансеризацию. На сегодняшний день она проходит в детской поликлинике, как я уже отметила. В общем-то, прийти на диспансеризацию можно в любой день, в любое удобное время. Просто хочется отметить, что, соответственно, клинические анализы крови берутся натощак, соответственно, часы приема ограничены с 8 до 10, но в это же время, в это же время можно как бы прийти и в этот же день сдать текущие анализы крови. Также человек будет направлен на кардиографию, на ЭКГ. У нас также работает рентген, кабинет, потому что в связи с неудобствами на сегодняшний день флюорографию и маммографию женщинам, соответственно, можно пройти, либо вот маммография прав сходит в совхозе Ленина и также в южной поликлинике, вновь открытом филиале. Также со следующей недели, с субботы, вступает режим работы ЭКГ-службы и кабинета лабораторных исследований по субботам. То есть лица, которые не могут пройти диспансеризацию в будние дни, могут пройти диспансеризацию по субботам. По субботам будет забор крови осуществляться и ЭКГ. Анализы будут делаться с 9 до 12 часов. Поэтому мы настоятельно рекомендуем гражданам, которые имеют регистрацию в Ленинском районе, естественно, прикреплены к лечебным учреждениям Ленинского района, пройти диспансеризацию. Практика показала, что диспансеризация, в общем-то, направлена на выявление на ранних стадиях таких хронических заболеваний, в основном онкологических. Очень большая выявляемость онкологических заболеваний у женщин, рак молочной железы. Как бы гинекологически проводится обследование на выявление рака женской половой системы. Также выявляется большое количество сахарного диабета и преддиабета, так как, в общем-то, в наше тяжелое время в плане большой загруженности некогда пройти медосмотр, оглянуться на себя. И в это время удобно, конечно, пройти диспансеризацию и посмотреть результаты своих обследований. Какие документы нужно с собой иметь? Значит, при приходе в поликлинику необходимо иметь с собой паспорт, полис, ну и СНИЛС. Ну, в основном это паспорт и полис. После того, как человек пройдет все этапы диспансеризации, эти документы ему выдаются на руки или отправляются куда-то к терапевту? Нет. По результатам диспансеризации врач делает заключение, больного информирует о результатах прохождения диспансеризации, диспансеризации, на руки выдаются результаты обследований, соответственно, и рекомендации по лечению, образу жизни, ну и другие, и направляется на другие какие-то дополнительные обследования к узким специалистам, другие дополнительные методы обследования. Сколько людей уже вот обратилось за этой услугой? Хочется отметить, что как бы население сейчас следит за своим здоровьем, и многие приходят не просто по болезни, а именно пройти текущее обследование, диспансеризацию. То есть даже когда ничего не беспокоит? Даже когда ничего не беспокоит. И как бы на сегодняшний день уже вот в рамках нашей поликлиники, я не берусь ответить за район, а в рамках поликлиники по городу прошло уже диспансеризацию больше тысячи человек с момента, ну с января. Спасибо большое. Спасибо. А я напомню, что у нас в гостях была заведующая отделением профилактики Видновской районной клинической больницы Лариса Соловьева. К другим новостям.